Всем привет! Мангустящего плотина связи и это заключительная часть про создание аутдоров копыт. Позади все самые сложные этапы и на руках у нас уже в общем-то самостоятельный продукт, уже похоже на ноги порнокопытных. Необходимости для твердого покрытия копыт, для городских прогулок и выступлений в целом нет. Но я не стала бы записывать целый сериал роликов, если бы речь шла про стандартные фуртапки моего производства. Данные фуртапочки имеют необходимость в водозащитной поверхности и это мой первый опыт в их реализации. Очень подробный ролик про опыт на экспериментальном копытце вы сможете посмотреть по подсказке в углу видео. Там на опытном образце я поработала с эпоксидной смолой на флисе. Там же я рассказала про очевидные минусы и плюсы данной техники. Неочевидные моменты всплывут только после эксплуатации, а она увы только в следующем июле. Сейчас же от себя просто хочу добавить, что метод реально сырой и наверное можно покрывать ткань на копыте чем-то более подходящим и использовать например армирование бинтами или даже стекловолокном. Я подумала об этом уже слишком поздно, так что будем смотреть то, что получилось по факту здесь и сейчас. И сейчас мы начинаем. Объемы использования за раз будут большие, поэтому я купила несколько флаконов той эпоксидки, застывание которой не вызывает у меня нареканий. А сейчас это особенно важно, ведь перед нами чистовик. Косяк при застывании на этом изделии приведет к порче всей нашей большой работы. Рисковать на финишной прямой не хочется, поэтому я беру проверенную смолу и выполняю все строго по инструкции. Благо, что при замешивании всего флакона вымерять ничего не нужно. После тщательных перемешиваний мы наносим первый слой. Будьте готовы к тому, что он будет пропитывать флиз и как бы впитываться без подтеков. Это нормально и правильно, но как раз поэтому у нас точно уходит весь замешанный клей. Будьте аккуратны в районах кромки меха, особенно если он у вас там длинный. Лучше на время заклеить его малярным скотчем. Повторюсь и в этом видео, что придется заранее выложиться на расходнике. Мне понадобилось 5 малярных кисточек самого маленького размера, из которых щетина сыпалась, как новогодний снег. 5 стаканчиков и 5 одноразовых ложечек. Если вы работаете с конкретными порциями, то вам понадобятся еще и шприцы для отмеривания миллилитров. Как и ожидалось, после первого слоя наш флиз похож на эластичную пемзу, шершавый и прогибается. Засох он по графику за сутки. Сейчас наносим второй слой. После засыхания второго слоя копыта все еще не особо твердые, так что в ход идет третья баночка эпоксидки. Субтитры создавал DimaTorzok А вот после четвертого слоя у меня в квартире стало ощутимо холодно, а батареи еще не были запущены. Поэтому застывать я их ставлю возле обогревателя, из-за чего придется выгнать из теплой комнаты моих пушистых пирожочков. Температурный режим при застывании имеет значение. Чем теплее, тем скорее происходит полиримизация. И примерно в эти дни мы начали ремонт ванной и мастерская перестала функционировать. Поэтому зашкуриваю копыта я уже в другой обстановке. Мне очень нравится текстура после зашкуривания наждачкой. Копыта сразу такое натуральное, с этими гранитными крапинками. Прямо кайф, вот честно. Зашкурить необходимо, чтобы избавиться от флисовых пупырышек и ворсинок, которые затвердели и стали неприятно ощущаться. Впереди финальное покрытие эпоксидкой, которое пришлось оставить за кадром ввиду неудобства съемки. Вот и наша твердая, гладкая, бликующая, как начищенный сапог копытца. Из-за гладкой поверхности на подошву в некоторых местах произошли подтеки. Это можно зачистить наждачкой и протереть влажной салфеткой. Все застыло идеально и казалось, что уже ничего не может пойти не так, как вдруг пришла напасть с зоной под скотчем. Я наклеила его с некоторым нахлёстом на флисовую часть и она осталась тканевой. Под ворсом это не особо заметно, но я могу вам порекомендовать заклеивать ворс прямо по линии шва, без захлёста, чтобы получилось прям мега аккуратно. Завершающие штрихи. Вычесываем наш мех на копытце в нужном направлении, так как он некоторое время был загнут. И в общем-то все. Цоки готовы к показу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что ж, это был не простой, но увлекательный процесс, наполненный пытливым любопытством и жаждой попробовать новое. Будет лето, будет обзор, как эти копытца пережили выезд в лес. А пока я с вами прощаюсь и жду времени, когда можно будет снова вернуться в мастерскую. План их очень много, была бы возможность их реализовать. Этого я вам и желаю. До новых встреч!